всем привет с вами я татьяна шадрина а вы у меня на канале время шить время шить чудесное время сейчас мы с вами обсудим как построить выкройку платья вот такого чудесного замечательного вы сейчас она сейчас появится фотография где-то вверху платье я недавно шила такое поэтому по этой фотографии и увидела потом много таких платьев на подиуме в журналах по теле магазинах и подумала почему бы не показать моделирование именно этого платья мне кажется нового сейчас будет одним из хитов предстоящего лета это платье очень красиво подчеркивает женскую фигуру если талия узкая то она подчеркнет узкую талию если талия не очень узкая то она как раз моделирует талию потому что очень четко задается как переход от широкого верха к широкому низу и как бы контраст на узкой талии так называемый формообразующая силуэт образующая модель ну что поехали для моделирования нам понадобится выкройка основа платье выкройка основа это классика перед и спинка перед с вытачкой если вы . у вас вот здесь вверху мы сейчас ее вместе с вами переведем если она уже выходит из бокового шва пусть будет в боковом шву боковом шве я вам покажу что делать дальше еще понадобится выкройка рукава но я ее еще не успела вырезать для себя и выкройка тоже построена как бы базовая выкройка рукава ну что приступаем к следующему шагу для моделирования что нам понадобится во первых нам понадобятся базовые основы лифа это перед спинка с вытачками и рукав тоже построены по базовой основе я внизу дам одну ссылочку в способа построения базовой основы которые мне сейчас очень нравится для того чтобы посмоделировать эту выкройку нам нужно с вами дополнительно и снять одну мерку мерка следующая так как у нас на картинке если вы видели как бы отрез верхней части как кокетка верхней части под грудью поэтому мы с вами давайте измерим расстояние от точки у основания шеи до косточки бюстгальтера или до пояса бюстгальтера где-то она будет располагаться вот здесь сантиметров ну где-то на 6 и 8 ниже или 10 даже ниже центра груди может быть у кого у у кого как по-разному вы пожалуйста снимите вот эту мерку и от точки у основания шеи отложите сразу эту мерочку сверху и начертите вот такую горизонталь это будет ориентир для построения нашей с вами кокетки это первый шаг который мы с вами делаем дальше мы продолжим сейчас работать с перед с передней деталькой второй шаг который мы делаем якобы посмотрела на фотографию и прикинула по пропорциям фигуры что вот этот уголок впереди он размера примерно 67 сантиметров можете себе записать это 67 сантиметров и мы с вами давайте вот от этой точки по центру переда вверх вот мы разметили в эту линию от нее вверх от не отложим 67 сантиметров может быть 8 сантиметров и размер фигуры большой и нарисуем плавно вот такой треугольничек вот так чтобы линия смотрелось красиво можно ли треугольник отрисовать поликалу какое расстояние вот здесь у нас будет с вами давайте договоримся так что у нас есть вот центр груди вот он где-то расположен и вот этот вот треугольник он точно у нас с вами должен быть как не дальше чем половина вот этого расстояния то есть если расстояние от центра груди до середины платья до центра платья разделить пополам то вот этот треугольничек будет примерно доходить до половинки это точно точно также мы могли бы увидеть с вами на фотографии буквально вот измеряя пропорции ну как бы оценивая пропорции здесь немного линий и теперь 67 вверх вот сюда половинка расстояние до центра груди где-то 5 сантиметров обычно 45 и вот нарисуем такую плавную линию он сюда поехали вот у нас мы отрисовали с вами линию кокетки теперь дальше мы по этой линии с вами отрежем нижнюю часть детали как бы юбки и вот это в части лифа отсоединим как бы юбку от кокетки вот я разрез выполнила с нижней части юбки мы еще с вами поработаем отдельно лиф теперь нам с вами осталось только перенести вот эту вытачку на грудную с верхней части в нижнюю часть но мы с вами перенесем ни в одно место не вытачку а выполним здесь как бы сборку поэтому мы просто сейчас выполним один разрез и собирать потом будем совмещать не буквально выполнить тут сборку но сейчас я еще покажу когда вы будете шить в каком месте нужно сделать сборку уже тоже макетным образом маг макетным способом мы с девушкой когда примеряли платье буквально вот нашли вот это расстояние на котором стоит делать сборочку кстати вот еще такой момент вот ведь я подклеила и замечаю что у меня вот эта линия с углублением получается когда мы закрыли вытачку вы и пожалуйста выровнять вот я выровнял что с линия была прямая без такой без ямки все дальше теперь мы на сборку вот эту вытачку выполним не не от бокового шва скажем до центра а сборочку начнем чуть-чуть зайдя на вот этот выступ на каких на треугольничек буквально один-два сантиметрика а вот здесь сборки не должно быть и соответственно будем сборочку делать вот отсюда и примерно до сюда то есть примерно одинаковые ну где-то примерно одинаковое расстояние от центра и до бокового шва то есть вот эти расстояния сделаем одинаковое на сборку и можете поставить себе сразу метку откуда докуда вы будете стягивать на ниточку это место имейте ввиду еще что я бы рекомендовал на сборочку сборку выполнить плавно то есть вот здесь совсем нет сборки а А вот здесь сборка начинается постепенно, потом самое максимальное количество сборки где-то под выпуклой частью груди и постепенно сходит на нет до этого места. Как бы вот такое плавное распределение сборки. Что еще нам останется изменить в детали переда? Это вырез. На фотографии форма выреза довольно глубокая, треугольная форма. Мы опытным путем отметили, что у нас от подъеремной впадины вырез был 9 сантиметров. Вы измерьте у себя сколько сантиметров приемлемо для вашего платья сделать глубину выреза. И еще мы от базовой основы буквально в сторону к плечевому шву, уменьшили плечевой шов еще на 4 сантиметра. То есть у нас получился вот такой красивый глубокий вырез. Этот вырез мы чертим не по линейке, а смотрите как. Примерно от плеча мы рисуем сантиметра 3 перпендикулярно и потом плавно уходим вот сюда. Можно по лекалу по какому-нибудь. Вот такая красивая форма выреза. Не по линейке. Если я сейчас прикладываю линейку, видите какая большая разница. То есть по линейке вырез был бы вот такой, а мы его вот такой рисуем. Так мне кажется он будет более красивым. Все, деталь лифа у нас готова. Сейчас мы с вами обсудим какие изменения мы внесем в деталь спинки. По спинке у нас нет никаких изменений в районе талии. Но мы перенесем вытачку, плечевую вытачку. Для начала мы с вами сделаем форму выреза такую же как впереди. Мы помним, что по плечевому шву мы убрали 4 сантиметра. Мы их здесь уберем. Вниз советую углубиться по среднему шву на 1-1,5 сантиметра. 1-1,5. Вот так. И отрисуем новую линию горловины. Сейчас мы ее срежем. Далее нам сейчас с вами нужно будет перенести вот эту вытачку в горловинку. Обычно так смотрится красивее. И вот давайте сейчас здесь выполним разрез. И кстати вот эту вытачку можно сделать покороче. Смотрите, я вот немножко не дохожу до основания, как бы до вершины вытачки вот этой. И делаю вот небольшой такой как бы разрез в сторону, чтобы мне закрыть можно было вытачку. Вот так. И закрываю. Все. У меня получится вот такая вытачка в реальности. Сейчас я заклею. Можно не дойти до вершинки вытачки здесь буквально сколько там, ну полсантиметрика. Я приклеила. И точно так же смотрим, что у нас с вами плечевая линия. Вот сейчас я вырежу, как она у нас получилась. Немножко выпуклая. Нам нужно ее выровнять, чтобы она была ровненькая. Вот я выровняла плечевую линию плеча. У меня получилась вытачка и ровненькая линия плеча. На всякий случай мы давайте сравним. У нас должна как бы выровнять. Ага, вот здесь вот треугольничек у меня. Просто я не срезала бумажку вот эту вот скотч. Вот сейчас сравниваем. Должно все у меня выровняться. Где-то буквально вот, ну сантиметр, наверное, надо срезать. С плеча разница получается. Ну не сантиметр, а сколько-то миллиметров. Все. Теперь одинаково. Вверх мы закончили. В пройме мы никаких изменений вносить не будем. Нам останется только сейчас заняться юбками. Юбка на фотографии мы видели, что немножечко расклешена. Как добиться расклешения? Мне кажется, здесь не было расклешения по типу как А-силуэта. Поскольку талия очень заужена. То есть вытачки талиевые все остаются. Мы с вами можем добавить расклешение по боковым швам. Сейчас я покажу, как это сделать. Но давайте еще вернемся к талиевой вытачке по переду. Есть такая история, что если мы выполняем большее прилегание в районе вот этого узла под грудью, то есть смысл на примерке нам с вами вот это вот место, ну как вершину вот этой вытачки, верхней части талиевой, просто вот увеличить. То есть забрать под грудью побольше. Тогда будет более плотное прилегание. Попробуйте. Можно сразу, например, не вырезать, вы вытачку уже все равно вырезать не будете. Но попробуйте сразу приметать вот так. Я сейчас покажу, как это выглядит. То есть примерно вот так. Вот так. И скорее всего для многих фигур вот такое прилегание под грудью будет более плотным, таким, более красивым. Ну что, сейчас мы с вами изменим юбочки. Выполним расклешение юбочек. Я вот так кладу сюда и добавим. Сколько мы сейчас добавим. Мы добавим буквально, наверное, расклешение по бокам небольшое. Сантиметра по 2-2,5 в реальности. Знаете как? Многие, кто показывают моделирование, предлагают расширять буквально на большое количество сантиметров. Но я все же думаю, что вот есть такой эффект, что если мы расширим больше, чем на 2,5 сантиметра вот сюда вбок, то у нас получится, что будут с боков, как бы, клеш по бокам будет смотреться как ушки. То есть, вот имейте в виду, что больше, чем 2,5 сантиметра я не рекомендую. Как выполнить вот эту линию, оформить боковую? Вот смотрите, вот это где-то у нас точка линии бедра. Линия бедра. На примерке вы потом уточните эту точку. Место, где соприкасается платье с вашим бедром. И от этой точки вы просто берете потом по линейке, отрисовываете вот такую ровную линию. Вот здесь мы отмерили 2,5 сантиметра. Вот эта точка, выпуклая точка бедра, а вот эта прямая линия. Повторилась я. Тогда раскрешение на юбке будет у вас красивым. Этот шов будет ровным, смотреться будет четко. Вот я сейчас вырезаю крешение. То же самое я делаю сейчас с деталью переда. Я сейчас подклею фрагмент по боковой линии передней детали. Мы потом... Ставлю вот эту точку, выпуклую точку бедра, где она у меня есть. Отмеряю вот здесь 2,5 сантиметра. И отрисовываю по линейке вот это раскрешение небольшое. Если вы верно выбрали ткань тонкую, струящуюся, то у вас красиво получится вот это раскрешение. Если ткань будет стоящая такая вот колом, плотная ткань, то, наверное, это будет не очень смотреться. Еще какой нюансик. Скорее всего, на примерке вам захочется чуть-чуть на полсантиметрика вот так приподнять боковую линию. Потому что все-таки мы расширение небольшое сделали, чтобы не провисала боковая линия. Вот, то есть чуть-чуть срезать, вот здесь покороче сделать. Все, мы сделали с вами клешение на передней детали юбки и на задней детали юбки. Как выполнить эту линию клешения я вам рассказала тоже. Мы с вами перемоделировали спинку для нашего платья. Мы перемоделировали с вами лифт платья. Нам осталось только перемоделировать рукавчик. Берем рукав. При условии, что пройма четко сидит по вашей фигуре. То есть это должно быть условием вашей базовой выкройки. Что пройма у вас не спущенное плечо, а сидит на месте. Сейчас мы займемся рукавом. Какие изменения в рукав? Рукав, если мы посмотрим внимательно на фотографию, рукав у нас пышный. Пышность рукава такая достигается примерно сборкой в полтора раза. То есть это что обозначает? Я вот беру линейку сейчас и измеряю линию низа. Вот она у меня, скажем, сейчас 4 см. Значит в полтора раза ширина рукава по низу у меня должна быть не 4 см, а 6 см. Вот такая должна быть у меня линия низа рукава. 6 см. Дальше. У нас на фотографии четко видно, что сборка по центру идет рукава. В районе, ну как бы в самой наивысшей точке плеча, вернее головки. Сколько на сборку? Ну здесь опытным путем мы сделали на сборку и нас это устроило. На сборку мы дали 8 см. То есть вот так. Как я произвожу это моделирование? Я буквально вот разрезаю сейчас рукавчик по центру вот здесь. По центру и выполню еще несколько разрезов. Ну скажем, вот так вот. Два разреза в эту сторону. Здесь главное, чтобы у меня рукавчик не развалился. И вот два сюда. Видите, да? Один разрез по центру и два разреза по сторонам. По центру я рукав совсем прям вот так разношу. Вот на 8 см. Вот так по сторонам. Вот здесь 8 см. А вот здесь по линии низа я сейчас буду разводить рукавчик до такого расстояния, чтобы у меня вот это вот расстояние внизу стало равным, ну вот сколько я отметила, скажем 6 см, да, где-то вот так. Ну то есть получается, что осталось расклешить немножко, вот так еще развести. Вот. Я сейчас вот это приклею. Думаю, будет понятно. Вырезаем. То есть у нас главное изменение. Это мы расширили, просто расширили рукав по сторонам. Верх рукава, пожалуйста, выполните как бы плавно. То есть закруглите плавной линией. Не делайте ее квадратиком, потому что мы просто разнесли вот так. И по центру рукава опять у нас будет долевая. То есть видите, как у нас получился рукавчик. Он здесь немножко горбатенько. Перед остается передом. Где у нас был перед? Ага, вот здесь у нас была метка переда. Все, вот у нас рукав. Да, главное не сказала перед моделированием. Обязательно проверьте, уточните длину рукава. Ну и сейчас это сделать не поздно. Можно параллельно как бы на нужную длину увеличить рукав. Так, длина рукава без манжета должна быть. Вот это, пожалуйста, обратите внимание. Манжет дополнительно. То есть вот у нас рукавчик. Метка центра рукава, метка передней части рукава. И манжет нам осталось. Как нам построить манжет? Смотрите, измерьте расстояние от верхней точки плеча до как бы низа длины рукава. Там, где рукав закончится должен. И измерьте обхват руки в этом месте, где должен быть манжет. Измерьте обхват руки. Обхват руки вверху, я прям пишу. И обхват руки по низу. По низу манжета. Как вот на фотографии. Давайте на фотографии посмотрим. У нас получился перепад где-то в полсантиметра. И мы им немножечко как бы пренебрегли, ну, выполнили прямоугольный манжет, ориентируясь на обхват руки сверху. А когда пришивали пуговки, то просто немножечко так сместили как бы одну на другую детальку. Без лишних хлопот. Все. Манжет это у нас будет прямоугольная деталь, равная обхвату руки вверху. И здесь по высоте, ну, мы сделали высотой 6 сантиметров манжет. У вас, вы решите сами, какой длины. Мы присборим нижнюю часть рукава до ширины манжета. Здесь мы сборку будем как раз выполнять на том месте, где мы сделали расширение. Точно так же плавно. Я дополнила еще, вырезала прямоугольный манжет. Длина манжеты как раз равна обхвату руки в верхней части, где у нас заканчивается длина рукава вот этого объемного. И на свободу добавила еще сантиметр. То есть вот так. Высота манжета где-то сантиметров 6 у нас была. Вы свою смотрите, какая вам нужна ширина, высота манжета. Сейчас проговорю о последовательности работы. Для начала возьмете, как бы, во-первых, как кроить. У нас получается, что средняя часть спинки это две детали со сгибом. Но можно, кстати, здесь выполнить средний шов. И даже можно сделать приталивание, тоже не сказала. Приталивание по центру. Небольшой, на 1-1,5 см. То есть две детали со сгибом, со средним швом у нас получается. Сейчас я вырезала форму выреза, правильную сделала. Итак, дальше продолжаем. Какие детали кроя у нас будет? Деталь переда. Передняя часть у нас будет со швом по центру. Вот эта часть, кокетка, на фотографии четко видно, что она со швом по центру. Но предупреждаю вас, что обрабатывать будет сложновато вот этот уголок, если будет шов по центру. Потому что он функционально здесь не нужен. Поэтому по возможности делайте без шва по центру. И тогда просто будет обтачка у нас тоже без шва по центру. И уголок так будет проще обработать. Если вы сделаете шов на верхней детали, и у вас будет тонкая ткань, то это тоже приемлемо. Если ткань плотная, то это вот прям проблематично. Я столкнулась с такими трудностями. Значит, две детали или одну деталь со сгибом лифа. Две детали переда, две детали спинки, две детали рукава и четыре детали манжета. Я рассказала вам вкратце, как смоделировать такое красивое платье, которое подчеркивает грудь. Делает акцент на талии, который делает фигуру очень женственной. Надеюсь, вам видео понравилось. И вы свое время шить провели вместе со мной. За это я вам очень благодарна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем красивых одежек и удовольствия от шитья. Пока-пока!